итак ребят всем привет сегодня у нас небольшая экспедиция в большом большом сегодня составе у нас сегодня молодежь старички пердуны собрались тоже русик по своей традиции занимается хозяйством а культуре не нашего лагеря с нами илюха да да тот самый победитель серёга серёга здорово между прочим очень хороший комментатор два молодых пацана ярик и санек все заняты делом все занимаются всем нужным мы приехали к вечеру чтобы сейчас найти небольшие фундаменты чтобы как бы была перспектива на будущее сейчас мы небольшой застолье себе устроили костер мясцо в общем я думаю сегодня получится интересно тем более пацаны очень веселые компанейские своих ребятишек взяли вот так что я думаю сегодня классно получится видео сюжет будет очень длинный может из нескольких видео сюжетов получится останемся с ночевкой будем рассказывать старш страшные страшные истории пацанам чтобы они у нас тут наложили в штаны у меня очень много историй так что посидим около костра чем интересненько и у нас сегодня бумагу не взял вот так вот без бумаги сегодня будем у нас у нас вода серёж есть вода есть по траве говорит ширку ширку задницу и все в общем дружно сегодня получится жалко что у нас рустик не такой вот человек да не публичное лицо но все равно иногда я буду его лицо замазывать когда он будет появляться так что вы должны нас понять но в целом все лагерь обустраивается серёга у нас он на кухне у нас будет кок так илюха илюх ты у нас чем будешь заниматься вот чай будет варить серёга у нас кок чефир русик у нас занимается обустройством костра всего такого пацаны пацаны у нас занимаются чтобы ну сами понимаете лишь бы чем занимались ну а я буду снимать все кто чем занимается так что смотрим приятного вам и аппетита сейчас у нас подойдут сосисочки очень вкусные вот так что приятного вам аппетита и с праздником вас ребята да да праздник день россии отмечаем вот такой дружной компании мы обустроились лагерь все хорошо рюмочки мы опрокинули там у нас деятельность идет ярика санек готовит нам горячие ну и пацаны тоже серёга вода водитель будем да ребят на прошлом копия сломала фискарь себе представляете железная труба согнулся ёшкин кот и я попросил серёгу прикупить мне новенькую и вот сейчас он мне вручит и сегодня я буду обновлять новую лопату да пошел ты ты не моих и не новые давай доставай новые нет не пойдет тем более лезвие какой-то маленькая вот она моя красавица ух ты а я я ребята да на ней еще ни одна муху как говорится так что это лопата сегодня мне будет выкапывать находки вот тебе на сдачу еще вот благодарю вас камрад ну а сейчас пойдем вон на тему фунды и посмотрим что они у нас дадут они обязательно дадут потому что не зря пацанов сюда привез именно на это место здесь у нас будет фундаментный камень заточи немножко не точить лопату ни в коем случае нельзя потому что по ней трахнешь по монете и все монету и бутылку да и бутылку раз горящий король бутылочный король да ребят на прошлом копия бутылки наковырял и серёга мне припаял бутылочный король ну ладно чё королину в африке король и так ребят помимо всего мы сегодня должны обмыть серёги на новый автомобиль не ушку он свою продал и вот смотрите какая у него сегодня красавица отдать я сяду я ребят за воду ребят здесь даже еще заводом пахнет красави вообще серёжка хороший автомобиль взял но факт он что он ненадолго его взял он все же будет брать автомобиль для копа а это так на время так серёж когда будем обмывать когда 8 как него возьму хорош когда опять опять пьянствовать будем да ладно вот такой красивый автомобиль не для копа но для себя не проехал ни разу не черпала илюху посадки нормально не на трассе нормально не отдавал ладно пойдет пошли копать а как пошли копать 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 вон туда мы найдем все с находкой включимся так ребята у нас уже веселье пошло в общем ребят так рустик блин в кадр попадает ешкинку давать ребят в общем у нас такая идея возникла ветер не знаю камеру я приклеил поролончик надеюсь будет хорошо в общем хочу сделать небольшой челлендж в каком роде мы сейчас стоим за столом вот все париумашки и чтобы было очень интересно нам самим всем четверым хочу устроить небольшой конкурса по поводу того кто первый найдет находку монету именно монету ребята без разницы царь совет тот получит приз какой приз я бы хотел бы сейчас именно вместе с вами обсудить среди камрадами сереж тот с утра за пивом не едет но это утром мы и так пить не будем ну давай 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 ну чем интересненькое такое эдако подкачаешь милевое колесо так вот вот рука рустика русик какой приз подкачаешь милевое колесо ну задрал чем-то серьезно ребят чем-то серьезно сразу пылу убавился ребят как насчет призы да я не его призы и так кольцевик сразу то нашел тому питок сразу а где своей коллекции отдаем то нашел первую то и все да и каждого есть кольцевик это ребят кучеряга достань кресик свой да я не с я не имею ввиду ребят из своих находок ребят я не имею ввиду своих находок задрали ну эту нет а вот эти американского искать я не помню что уж находит желание загадывать проиграв точно ребята так и будет тот кто первый находит ребят находку будет заказывает желание кто-то загадывает желание ребята желание именно для всех троих кто останется да вот такой да интересно да ребята вот именно кто найдет первую монету за какого плана монет я сказал монету любого нет любого советскую царскую без разницы так что сейчас пойдем рыть как кабаны чтобы загадывать потом а что ух ребят смотрите чё вот вот только что хотел илюха ребята победителю отдать вот такой крест нет ребят это чересчур шикарно нет мы на такой не пойдем нет ничего нету в общем победитель будет загадывать желание ну и конечно же узнаем что желает победитель от троих комрадов так что смотрим будет довольно таки интересно так что все ломимся копать и искать ну что ребята эти комрады этот 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 и тот сегодня будут играть у меня плюс то куда положено место ребята вот смотрите вот мои перчатки ищу пшу по-моему не проглядывал первый сигнал который выкопал и это была монета серёжа вот она ребята красавицы это царском блин я по ней лопатой задел видите свежий такой сегодня считает считается это у нас двушка двушка николай ребята серёга будешь я не хочу туда ходить я ищу монету там где они есть а там где нет там русик ходит а так что ребята прикиньте один раз ковырнул у серёги серёги две пробки ребят первый копок верховой ёшкин кот илюха вам побежал за пинпойнтером вот его лопатка вон он бежит а я выкопал монетку ребята вот она монетка фундамент вроде как не тронутый раз верховой раз верховой значит фундамент не тронут ребят надо сюда перемещаться с пацанами но пацаны сегодня будет выполнять мои условия на это вот рустик хрень какую-то выкопал замок да хрень еб ты ладно ладно ребята все это мои сегодня сегодня будут как его как вам сказать рабы который будет выполнять мои 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 я челлендж выиграл ребята настрой меня уже ребят пугают меня уже пугает что нас трое да но условия есть условия у есть видео документирование где все ребята согласились так что ребята выполняют мои сегодня приказы ладно идем дальше и так ребят серёга с краешку тоже монетка распечатал я говорю 3d 27 но оказывается это дочка не дать не дать или а это 26 год ну чё ранние совете классно зачетный серёга тоже распечатался значит ниже наш тык будет 27 ну да на год наоборот до русик с другого конца илюха в центре где я там ковыряюсь в общем классно двое камрадов уже распечатались ждем остальных двоих пойдет что-то ой лёха ложки копает серебро ладно терка 305 до на 505 пойдет итак ребята вы здесь вот серёга выкопал у нас царский пузырёк он достал но русик прибежал и отобрал сказал серёжа это пока это мечта ох смотрите ребят какая красота бутылочка с орлом аптека красавчик вот это вот эта бутылка уже сделала сегодняшний коп ребята вот это только начало ты чего говоришь красавчик уже уже сделала бутылка класс 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 серый мои поздравления но ты сегодня у меня в рабах я тебе могу и бутылку заказать да между прочим я сегодня король чё хочу то и творю а смотри здесь серый 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 смотри там смотри блин я еще к тебе сердцу да при нет 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 да 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 в общем это вот местечко надо шурфить я от того угла фигачи но вход походу был здесь или у короче ты уходи красавчика идем дальше ну что ребят вот смотрите не вызванивал надеюсь что это монета вот на так советик 15 копеек рамочник сам выскочил на волю 57 год зачет зачет блин блин ой чуть не наступил на моем приборчику наступил ёшкинку была у меня еще керосинка колесик и конинка пацанов пока тухляк но у них зас но у них засыпка классно ребята классно засыпка как вы видите по моим урокам шурфа я начинаю да и в принципе пацаны точили тоже начали именно по периметру сначала прозвонили верховые тут выцепили монету там ложка здесь и в принципе пошли потом по всем правилам шурфологии все вырабатываем по периметру и выкидываем за пределы копаем до материка затем углубляемся в центр вот такой обычный обычное правило шурфологии так что имейте ввиду идем дальше находки обязательно все порадует время еще позволяет так что до стола нам еще далеко стол нас подождет рустик у нас один единственно остался пока без находок ёшкин кот но расти как всегда в своем репертуаре мы мечтаем найти облачника или 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 чё там еще говорят чё там еще на пушках или чё там барабаны блин мечта да не твоя на всеобщее ладно пойдем дальше ну что ребят продолжаем ковыряться у всех пока тухло до пробки здесь встречается но я за решил вам заснять вот такую монетку это царская монета и лишь только из-за этого я стал вам показывать ее это одна копеечка 1903 года я думал советик и уже задумался вам его не показать но это царь копейка копейка так что я пока в лидерах у меня два царя илюха там чё-то материться серёга там чё-то и русик решил ко мне перетоптаться до но ложка отдохнух и человек нет ребят находки находки вот здесь вот ребята вот здесь и вот а русик чалится в центре ёшкин кот говорю здесь вот илюха не там ковыряет конечно а ты хочешь просто снять ладно ребят я говорю что находки вот здесь и они здесь будут итак ребята ковырнул смотрите смотрите раз монетка смотрите раз монетка что за монета совет ладно ладно вторая монета ребята духа это 15 копеек это 2 и вот смотрите здесь на наверное еще будут у тебя это пинпоинтер илюха я в прямом эфире может быть здесь еще раз сыпуха может быть придется кого-то бить о чё-то пищит пищит чё-то вот железо зачем стесняешься берешь вот так вот ну-ка короче лучше аськи нет ничего ребят сейчас аську возьму и прозвоню так так фишер царь дать царь так тадан да ребят и я по ней не не по ней это двушка царская ребята хорошо красавчик ай-яй-яй-яй следующая монета будет у илюхи я ему обещаю поехали дальше итак ребят шурфим мы с илюхой я прозвонил вот а за ним и у меня сигнальчик был и я илюхи подарил ребята подарил маленькую царскую монетку эта монета 1 2 копейки николай видите да даже год скажу 1907 николаевский образец вот такая вот копеечка мое поздравление люха с первым царем красавчик ну что илюх у тебя первая самостоятельная находка да я тебе одну помог и тебя поперла так пошла двадцатка двадцатка рамочник 52 год в принципе неплохую такой классный сохранчик зачетно двадцатка крупная монета мои поздравления класс идем дальше ребят идем идем копаем всего на все чуть-чуть ребят вот смотрите видите да фундамент огромный а мы копаем всего на всего вот такой-то пицентр маленький и находки уже радует и так ребят уже в полумраке уже в темноте у меня сигнал выкопал наконец-то долгожданный думал копеечка советская но она радует тем что это 1 2 копейки и не просто 1 2 копейки ребята смотрите я ее переворачиваю тадам это александр александр второй 1 2 копеечки и они в принципе дорогие вы цену конечно уже узнали а мы еще пока нет вот такая монетка зачетная классная александр второй класс чё там чё там обкурить ну там машина да я и говорю ладно идем дальше кто поднял ростик не может чё там сереж 1912 копеечка до копеечка ребят и год как вы видите если видите ни хрена вы не видите да 1913 год вот такая монетка сереж тут танец указывает отбиши откопался конечно ты просто лишь спина ступил в роли наблюдать ладно капа копаем дальше у меня камера все покурить порадоваться с друзья у меня камера фокус не ловит и так ребята у нас самый молодой камрад самый-самый-самый отыскал вот такую трешку три копейки 1869 год она немножко с утратами но это самая крупная монета сегодняшнего дня вот такая зачетная под светом фонаря ребята уже снимаю в других местах уже совсем темно и наш герой знаете где так не сломай его прибор вот этот ребята молодой камрад санча передавай всем привет с вами девчонку и девчонка передавай воздушные поцелуи скажи я на ю тубе на молодец мои поздравления первая твоя монета и зачетная трешка красавчик молодец папка такие еще не откопал ладно идем дальше ребята идем копаем папка ничего не может откопать а а сынишка у него вон красавчик молодец делает а я реку нас что-то блин я не знаю нас у ковыряется пацан сделает ладно продолжаем ребят и так ребят около серёги стою так как у нас здесь фонарь основной источник света и вот знаете у меня вы вскочил такой сигнальчик достаточно приятные за жалко без ушка и это у нас образок образок очень приятная вещица конечно завтра мы все свои находки помоем сполоснем и покажем что же мы откопали этой ночью будем копать пока кто-нибудь не свалится правда ярик уже валился да ярик ярик уже валился в яму провалился очки ему не помогли ни хрена он ничего здесь не видит темно очки только днем хороши а ночью ярик хреново да ярик ладно ребят продолжаю и так ребята у пацанов там говорят два сигнала хороших у меня тоже сигнальчик и у меня 20 копеек два тридцать второй год щитовичок зачетный классный бодренький приятный щитовик не рамочник давайте посмотрим что у пацанов там прямом эфире ухты что-то кряхтят ух большая чё-то это большая логер походу встали прибор да ребят мы на огородах такие тонны подымает а здесь на шурфе это за радость ребят это две копейки александровского образца год год к сожалению сказать не могу вот но в принципе 1811 ребята класс это с пока самая древняя находка здесь ребят перёжка держи твой да класс там что-то еще у нас какой еще сигнал меда что-то еще ну-ка давай нам правы мы толпой здесь уже собрались втыка пин втыка пин пин втыка вот это взял такая тишина в эфире ребят а жбонь и ты жмонь все 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 ладно ребят продолжаем продолжаем ребят продолжаем свой ночной коп находки радуют я свои уже не показываю но знаете что они не очень да не очень вот они мои находки которая только что поднял двушка трешка а двадцатка и копейка царская вот и вот такие причин дал и руси говорит что серебро ну не знаю у нас уже таких до хрена вот но только что серега поднял сережа молодец поднял 2 копеечки александра и м м год к сожалению разглядеть невозможно точно могу стоять 1800 какой-то вот такая вот на зачет зачет идем дальше итак ребят копаем продолжаем в темноте у меня выпал сигнал но не цветной а глазной глазами нашел вот такую зачетную царскую бутылочку бутылочка явно от духов у санчи там что-то сигналит ешкин кот давай-ка санька чемпион блин прямом эфире ну-ка санька это юный комрад ребят сколько мог 11 лет или ну давай давай пацан нашел пуля потерял вообще да ладно потерял вот найдет покажу идем копаем дальше ну что ребят серега снова нам поставляет монетку что за монета это николай сохран хороший 1898 год так так и м овский да они из пб с пб и сохран в принципе бодрый хороший зачетно серега прям пошел в гору красавчик да печка дает ладно кого ребят и у меня монетка монетка достаточно крупная что это это пятак тридцатый год с одной стороны смотрите какой бета а с другой стороны знака вот так вот ребята ну ладно монет конечно убитая но все равно приятно крупная большая монетка идем дальше и так ребят сейчас была у меня находка восторг у меня был довольно таки высокий я ее почистил но уже все успокоились вот такая вот медаль медаль равенство и братство я пытался как-то очистить чтобы узнать что это такое думал сначала монета но такая какая-то лабуда это какая-то медалька если есть кого информация пишите в комментарии ладно заберем ну а наша находка оказалась жетоном периода февральской революции февраля 1917 года в связи с тяжелым экономическим положением россии была свергнута монархи и установлен республиканский строй создалась двоевластия в лице буржуазного временного правительства председателем которого являлся александр керенский начало 1917 года характеризовалась бурным ростом революционного рабочего движения за короткий срок управления верховного правительства отчекания на большое количество различных жетонов революционный дух настроение в обществе наглядно отразился на этих жетонах они являлись по сути революционной пропагандой если бы россия в 18 году осталась организованным государством все дунайские страны были бы ныне лишь русскими губерниями не только прага но и будапешт бухарест белград и софия выполняли бы волю русских властителей в константинополе на босфоре и в катере на адриатике развивались бы русские военные флаги но россия в результате революции потеряла войну и с нею целый ряд областей канцлер венгрии граф бетлен 1934 год если бы шифу рокфеллером морган не удалось с помощью генеральского заговора депутатов госдумы а также керенского ленина и троцкого разрушить российскую империю то после победы над германией и и союзниками россия оказалась бы первой в мире супердержавой и ее экономическому и военному могуществу ничто не могло бы противостоять к февралю 1917 года русские войска захватили багдад наши части заняли массу крупнейшее нефтяное месторождение на территории нынешнего ирака расположенного тогда на турецкой территории россия также контролировала к 1917 году половину ирана и не собиралась уходить с территории столь желанной для англичан каспий с его нефтяными и рыбными запасами становился фактически внутренним российским морем ставшая с началом 20 века мировым лидером в области нефтеторговли с победой в первой мировой войне наша страна окончательно бы выдавила с рынка рокфеллеровскую компанию стендарт ойл и так ребята русик ворчит говорит время три часа ночи в мы копаем серёга рядом и вот смотрите чем я выпала смотрите какая огромная шайба ух что что это пятак лиза или екатерина да ребят это пятачок у нас скорее всего катя вентиля проглядывается но все остальное к сожалению не видно охренеть вот это да вот это номер кто здесь ожидал то выпадет и так екатерины огонь вообще огонь ребята пишите в комментариях поздравления время 3 часа ночи выпал вот такой пятак класс 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 ну что ребят принимаю поздравления помимо того что я пятак здесь поднял катя поднял я еще серебро ребята царская царская серебрушка но у серёги там беда блин он тебе чуть ногу блин не сломал смотрите чё произошло произошло следующее вот этот камушек блин который у него сейчас в руке он ему приземлился на ногу вот так вот ребят ура да да ребята можете покалечиться ну как то вот так вот хрустик сдался а мы продолжаем серым слега остался единственный крепыш который со мной копает остальные на боковую ушли смотрите это уже по ходу рассвет рассвет а мы копаем и находим уже серебро царская и так ребята встречаю рассвет один сожалению уже в течение получаса ковыряюсь в земельке один все сдались все ушли спать ну а я продолжаю у меня несколько было сигналов советских монет я их выкопал вам не показывал но вот решил с поднятием солнышко вам показать монетку которая только что выкопал ждал ждал но все же солнышко поднимается и монетку вам показывает а золото партия она находится у меня вот она такая это у нас трешка ничего сверх естественно нету это у нас обычная трешечка сорок шестого года так что вот такая монетка на рассвете ребята на рассвете вот так вот вот так вот ребят вот она красавица с поднятием солнышко откопалась ну ладно там вот вдали в леске слышите самец с вами сгавкает то есть слышите косули да ладно пойду я чаек на попью и продолжу и так ребят уже рассвет все спят мы так и не посидели около костра как я вам обещал хотели посидеть поразговаривать страшилки детям но дети как-то быстренько спать ушли вот сижу один здесь около костра попиваю горячий чай с пряничками сергей сергей в окошке появился тоже не спится оказывается вот ну в общем ребят чай попил сейчас пойду продолжать в одиночку доставать монетки земли как вы знаете серебрушечку у нас есть царская катин пятак ну и куча различных советиков что еще даст шурф не знаем а скоро об этом точно узнаете вы и мы так что ладно пойдем нет серега ругается говорить маньяк ты санек пойдем спать нет я пойду копать итак ребят ну что я продолжаю копать один ранее ранее утро и знаете монетка ничего особенного это у нас две копеечки ранее тридцать первый год это первая монета которые снимаю в нормальном дневном освещении вот такая вот монетка ладно хорошо хорошо засыпка конечно пропала это плохо не знаю чуть такой у нас тут появляется уже сил нету ребята сил уже нету ноги подкашиваются ладно продолжаем итак ребята кто рано встает тому бог подает вернее даже не встает а не ложится у меня смотрите что выпало ах ай-яй-яй с ушком но мята силует какой-то проглядывается ой классно 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 сушку класс зачет зачет забираем причем ушко какой-то белые знаете это походу серебро ну не знаю время покажет бросаю отмыкать ладно хорошо идем продолжаем парни еще спят ну и пусть себе спят я думаю высплюсь человек и так пол жизни отдает на сон копаем продолжаем итак ребят сегодня мне что-то на эти предметы прям прет это уже третий или четвертый образок ребята вот такой образок в белом металле с ушком ну по моему алюминий пофигеть смотрите какая красотень да сегодня у меня прямо забили один я крестик выковыривал лепесток поломанный его рустик прозвонил нашел в основном вот такие предметы пацаны все еще спят солнышко уже поднялось они все спят ладно сам главном чтобы вон тут темноту к нам сегодня не надуло потому что отсюда хрен выйдешь ладно идем дальше и так ребята я копаю а эти бармалеи спят может пойти их тряхануть потому что мне одному скучно я вам вообще монеты не показываю но решил вот на этой монетки обострить свое внимание это у нас двадцатка двадцатка год к сожалению сказать не могу но фактом что такие монетки не часто попадаются это нас 20 копеек щитовик щитовик вот такая вот монетка отправляется на отмочку а этих наверное пойти надо будить потому что я блин скучаю мне скучно ладно кстати монетка не знаю 30 32 по моему ладно идет дальше и так ребят я продолжаю копать один наверное с десяток советов поднял солнышко и как видите уже высоко эти гаврики все еще спят вы не подумайте я если монеты у меня идут я из-за этого и не иду их будить просто они вчера очень поздно легли очень сильно накласились вот но я снимаю за того что у меня зелененькая и это наверное все таки что-то царская да это царская 2 копейки сейчас я сполоснул намочу я и я вам с даже скажу что-то стоящее будет или нет ну в принципе неплохая год даже скажу 1901 до 1901 год вот такая двушка пойдет идем дальше и так ребят тут такой вот нюанс интересный я прозванивал и звенела косточка у меня где-то был видеосюжет где косточка звенела игрально было но когда при тщательном осмотре я начал и смотреть смотреть что там видите еще посмотрим так здесь монета советская двушка а другой смотрите перстень офигеть старинные такта и с инициалами видите да инициалы интересный да прикольно если вам понравился такой нюанс сразу пальчик вверху ребята поставьте за это и не забываем не забываем ставить палец кверху и комментировать каждую находку если она интересна вот такой вот нюанс костяшка зазвенела я не поленился двадцать шестой год двушка прикольно прикольно итак ребят на шорфе нас уже трое с горем пополам но встали доброе утро доброе доброе а кто ты не ложился у меня царская монетка вот она лежит такая сохран конечно домовой фиг пойми копейка ну какая то такая вот николай пойдет трактора идут с ночной работы отдыхать спать что ребята очередная монетка среднего размера это нас двадцатка сорок 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 шестой вот такая смотрите ведь такая керамика такое донышко ладно продолжаем продолжаем кстати тут такая лучина такая вот хреновина свое время здесь без света были продолжаем ходим бродим и так ребята сижу я и горю и по какому поводу ребят я откопал кольцевик да-да пять копеек александровские времен тысячи восемьсот наверно третий четвертый пятый шестой вот где-то в этом эпицентре вы скажете что же я горюю а горю из-за того что я такого извращенства над монетой еще не видел на своей практике не раз я даже закурил ребят смотрите вот она монета это пять копеек кольцевик ребята одна из самых больших и дорогих монет которые существуют медные во первых на ней имеется по обоим сторонам запилы это не игровая монета и еще три отверстия кто знает для чего такая заготовка была из монеты прошу написать потому что я болен в расстроенных чувствах это 2 сегодня крупная монета но к сожалению с утратами сейчас я на шерфе один все остальные разбежались в поисках новых фундаментов так что я не знаю я продолжаю здесь так что смотрим может быть кольцевик нормальный выпадет ну что же делать такое тоже бывает продолжаем у меня на канале есть видео где я разгадываю тайны из уродных монет в том числе монеты с запилами и отверстиями давайте послушаем что я говорю это что ни на есть это у нас маниста предметы предметы украшения женщин которые одевали на шею украшали одежду головные уборы даже бывало и делали из них серьги фотографии я приобщу как выглядит маниста может кто не знает из новичков так что вот эти вот монеты с дырочками и это у нас с манистом следующее вот такие зачастую встречаются у нас монеты с насечками и почему мои утверждения что это игровые монеты я вот вам хочу показать небольшое количество которые у меня есть все все монеты как вы видите имеют насечки именно со стороны вензеля царей николаевские александровские и все прочее ни одного нету запила со стороны номинала нет у меня ребят таких монет нету кто-то говорит встречаются они может быть но если такие монеты и есть то они для других целей но когда встречаются вот такие вот монеты это сто процентов игровые и именно эти монеты являются у нас биточками битки они встречаются разного номинала разных периодов потому что в эту игру играли при всех царях и дошла в принципе такая молва до наших лет что эта игра называлась орлянка ничего говорить не могу но если вам любопытно я вам в следующих видео расскажу и покажу как именно игрались в эту игру в деревнях в городах и селах именно такие вот использовали монеты битки и это у нас игровые монеты есть конечно монеты и с насечками которые говорят что якобы для вычесывания вшей гнид ну и все прочие гадости пакости вот это тоже вариант проходил может быть может быть но как вы думаете вот такими насечками или вот такими вот можно хоть что-то вычесать я пытался делать эксперимент хотя бы говорят что это еще использовали для борта чёса вот пытался расчесать мех такой монетой к сожалению у меня этого не получилось можете сами сделать эксперимент и попробовать вот такой вот штучкой из своей собаки или кошки вычесать хоть одну блоху я думаю не получится это однозначно тем более гниды они у нас личинки этих существ они довольно таки мелкие и я думаю вот эти вот насечки на монетах не справятся и не вычесут также говорят что эти насечки используются для умерших то есть сложили на глаза это тоже неверно я думаю вы меня тоже так же поддержите что это нереально говорят что еще делали насечки выпиливали отсюда медь для своей скотины говорят медь имеет свойство лечить животных это я утверждать не могу но сами подумайте если вы делали бы такие вот манипуляции с монетами чтобы добыть медь я думаю вот так бы вы не пилили напильником а просто-напросто вот так вот взяли бы напильник исчёсывали так гораздо удобней выпиливать также говорят что это у нас для наматывания ниток возможно возможно все возможно но к сожалению не наш случай так же встречается у нас вот такие вот интересные тоже задавал вопрос что это такое для чего и здесь один у меня только ответ это у нас была монета заготовка для изготовления шпоры но к сожалению ее не доделали вот фотку я прилагаю как она должна была быть выглядеть после своего завершения это у нас заготовка для шпоры следующая у нас была вот такая монета это у нас екатериновский пятак с одной стороны сделана такая шлифовочка и видно в центре имеется накернение то есть это у нас была также заготовка но заготовка для тестореза всю информацию я прикладываю накладываю тесторез следующая монета это у нас вот такая в центре отверстия посмотрев этот фрагмент видео мы можем лишь догадываться что наша находка это заготовка под тесторез хотя кто разберет что хотели сделать в 19 веке наши предки если у вас есть догадки что хотели сделать из этой монеты пишите в комментарии под видео будет интересно услышать ваш вариант а сейчас возвращаемся на шов и смотрим чем же он и нас еще удивит и так ребята поторопился я выключаю только что вам показал пятак и здесь же в этой же кучки двадцатка двадцатка пятьдесят второго значит пятак тоже где-то пятидесят и ладно хорошо ребята поднялся ветер это хорошо прохладно комаров мух нету в серёге там монетки пошли это радует и вот у меня зелененькое что-то что надеюсь царская надеюсь нет это пятак советский пятак вот сказать не могу поздний ладно пойдем дальше итак ребят у меня вторая серебрушка только на серебряных монетах может быть такой окисел и проглядывается что-то белое желтоватым а с другой стороны конечно я не могу определить что это за монета вот ну пятнашка пятнашка где-то начиная с двадцать четвертого по тридцатый год так что классно вторая серебрушка сегодня царская сфсср а не советская советская зачетно зачетно что дамы и господа санек тут поролончик приделал на камеру вот фундамент уже почти все там где-то метр до стены осталось я решил на другой вот через сарай перейти и буквально это у нас это у нас царь две копеечки тысяч восемьсот семь второй ну шпак от снарил затерт ну ничего это первый сигнал как бы нормально для первого сигнала будем посмотреть дальше ну что это мне однозначно нравится прям буквально еще пару штыков и копеечка еще выпало тоже царской 1616 год лично вроде неплохое место Илюха вон там Ярик проснулся тоже уже доширак они захотели а мы продолжаем с Илюхой разрабатываем столько времени не было сигнала по колено уже зашел Ярик на помощь пришел у них тоже команда не отстает давай Илюх ищи они ищи в ух в ух 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 ну похоже да слушай ну это было на шоке они они снаружи латунные а внутри металла начинает металл гнить и разрывает и ну ничего вот сюда в тарелочку такая включилась вот у нас термоне . он оттуда вылетел полкопеечки 1000 какой 1909 что для спб никого 2 так что отправляемся в купил ярик мы продолжаем то что ребят ходим бродим по верхам сейчас и в поисках нового фундамента и вы знаете выпала у меня монета это нас 1 2 копейки 1896 года николай вот такая монетка зачетно классно классно по ходу с дыркой что ли до пробита ведь и дырочку монетка пробита печаль то что ребята можно меня поздравить с третьим серебром смотрите как я срезал все на пати так лежит ох какая красивая о двадцать третий год ништяк сегодня с ссср царь и 1 ссср зачет ох и блин я и лопатой смотрите да лопаты шмякнул под срез не столь плачевно ясно ладно идем итак ребят нашел я фундамент сейчас пойду пацанов позову потому что смотрите было пять сигналов здесь серебруха здесь одна вторая они одна вторая там здесь конина здесь меня вон монета и здесь тоже конина всего-навсего 5 штыков и все пять штыков у меня монеты ребят вот очередная да серые 6 я же вас позвал представляешься раз 5 сигналов и все пять находки здесь одна вторая здесь конина там серебруха 10 копеек здесь конина часть здесь копейка вот а вот этот печь сибирской верховые до зачетно зачетно здесь вот нужно пошел фитер мари засыпочка прикинь вот я уял только вот-вот до верха вот прикинь вот верха и сигналы ложного еще ни одного не выкопал ладно сейчас пацанов остальных позовем ну что ребят вот такой маленький объем сделал поднял из него трешечку вам не показывал но вот это надо вам показать вот такой маленький смотрите какой красивый ой какой рельеф не вообще не затерт и все грани острые зачетный женский маленький лепесток класс зачет и так ребята на этом мы будем заканчивать свой видеокоп обзором ну а сейчас хочу у вас снова продемонстрировать тех людей которые сегодня копали потому что ночью вы наверно их не разглядели это отец сыном серега и ярик к сожалению игорь с саньком уехали это рустик махал вот в общем отдохнули хорошо к сожалению около костра не посидели просто некоторые испугались темноты и спать рано легли и закрылись машине вот в общем страшилок не было по находкам было классно очень кучерявый фундамент получился порядка 70 монет до у нас получилось 70 монет в среднем чуть побольше были изюминки хорошие достаточно это катин пятак к сожалению печальный случай кольцевик ну а чё я говорю давайте я вам сейчас все это покажу но и заранее всем пока до новых встреч и подписывайтесь кто не подписался ребят но по находкам всего-навсего двух камрадов покажу это сергея и мои находки к сожалению рустам и люха не показывают свои находки в связи с тем что люха уехал а рустик не подготовил в общем начнем со шмурдика вот такое количество предметов шурфа я поднял очень интересные предметы в частности вот такие вот образки ну конина не буду вот такая безделушечка 150 лет бородино прикольно я когда доставал в темноте думал что-то сверхъестественная сенсация бутылочки это мои бутылочки ничего особенного самая такая шикарная у серёги вот такая маленькая бутылка аптечная с царской символикой вообще очень красиво бутылочка это самая маленькая по моему есть большая средняя это самая маленькая что у серёги еще по шмурдику пломба довольно таки интересная и кат сжигалка без рисунка пуговка очень интересная симбирская губерния интересно и самарская симбирская так и орляночка было бы все хорошо если было бы ухо по царям у него в принципе сегодня очень хорошо количество монет немного но качество по царям достаточно приятно две душечки 2 копейки душка николая и 1 2 копеечки 1909 год вот такая вот монет в частности получилось у серёги 6 царских медных монет нормально нормально давайте к моим монетам перейдем ну в принципе у меня получилось очень хорошо я просто удачно встал в нужное место на шурфе и получилось в принципе очень очень хорошо большое количество советских монет частности двадцатки трешки двушки ничего выделять не буду потому что всего-навсего пятак тридцатого года пятак сорок шестого года и на этом интересные монеты на мой взгляд закончились по годам я не смотрел выделять что именно не буду по царям что у меня получилось ну тоже неплохо это обычные двушки ничего интересного вот давайте вкусняшки сразу перейду вкусняшки какие конечно же вот такая вот одна вторая копеечки в принципе очень хороший сохранщик и монетка достаточно редкая и дорогая затем серебрушечка двадцать третий год зачет пятнашка сожалению датировать не могу но это серебро царская двадцатка 1913 год почистится очень будет хороший монета потому что рельеф высокий вот такая вот медалька 1917 год свобода равенство братство первый раз такую медальку вижу еще одна вкусняшка вот такая вот екатеринский пятак 1789 год но чистка покажет какой сохран это были вкусняшки ну и самая какашка это вот такой вот гадкий кольцевик был кольцевик ребята очень печально такая шайба ее испортили ну ребят как-то вот так вот на этом все всем пока до новых встреч и так ребята доброе утро я только что проснулся ну проснулся я благодаря этому человеку который наверное себя сейчас узнает если бы не он я наверное еще бы часов в пять проспал если бы считать что вчера приехал в 7 получается 18 часов ребят я уже сплю до пожарника сдаю вчера легли все поужинал помылся и вот сейчас вот ходил в туалет кое-как ребята кое-как у меня все болит нога ноги болят ступни особенно но руки спина все болит даже шея болит за исключением ребят головы глава вообще классно классно откопали вообще классненько зачетненько мне понравилась вчерашняя экспедиция так что я думаю мы будем дальше продолжать делать такие выиски с ночевками ну а вы ребята пишите в комментарии а вам как такие видеосюжеты нравится вам когда компания выезжает с ночевками когда выселиться от души вот в общем формат видео вас устраивает или же все-таки вам нравится смотреть обычные раскопки обычные монеты так что ладно сейчас наверное продолжу спать вот Субтитры создавал DimaTorzok